Здравствуйте! В эфире своего ТВ-новости в студии Екатерина Сегида. И вот главные темы, о которых расскажем в этом выпуске. На Кавминводах завершился Всероссийский день поля. Какие итоги подвели на выставке достижений отечественного АПК? Последствия лени, чем обернулось нежелание женщины из солдата Александровского наводить порядок в доме? Точка притяжения в Георгиевске благоустраивает новую площадку. Какой она будет? Теперь подробнее об этих и других событиях. В Кисловодске продолжается обустройство комплексной зоны отдыха на улице Озерной. Губернатор Владимир Владимиров проверил ход работ в Комсомольском парке и на Старом озере. Для удобства объекты будет связывать пешеходно-беговая дорожка протяженностью 4 километра. Глава региона отметил, там создадут большую площадку со сценой. А кроме того, Владимир Владимиров поручил обустроить достаточное количество парковочных мест. Впрочем, Кавминводы – это удобная площадка не только для отдыха, но и для бизнеса. Ставропольский край стал точкой притяжения аграриев со всей страны. Выставка «День поля» приняла порядка 70 тысяч человек. Какие вопросы получилось решить и в каком направлении двигаться Ставрополью дальше? Ответы знает Илья Белозеров. «День поля» с первых секунд завораживает своим масштабом. Крупная выставка достижений отечественного АПК собрала на Ставропольской земле аграриев представителей власти и инвесторов со всей страны. Могу сказать, что уровень организации очень высокий. У нас делегации и аграрники, руководители сельхозпредприятий, фермеры, представители науки, представители бизнес-сообщества. И могу сказать, что каждый нашел место работы и на круглых столах, и на посещении выставки. Выставка объединила гостей из разных уголков России. Для каждого посетителя роль мероприятия своя. Мы можем воочию посмотреть, каких результатов добивается, ну вот сегодня Ставропольский край, как и лидер в Российской Федерации. Что-то посмотреть, увидеть новые технологии, их применить на нашей территории. Понятно, что все применить невозможно, потому что климат разный, условия ведения хозяйства разные, но есть чему поучиться. Есть возможность встретиться с коллегами, обсудить перспективы, узнать планы на ближайшее будущее по развитию направлений и животноводства, и семеноводства, и растеневодства. То есть это дает нам возможность совместно искать решение тех проблем, которые возникают. На выставке демонстрируют передовые технологии сельского хозяйства. Но прежде всего решаются насущные вопросы в сфере АПК. Здесь создали все условия для диалога между аграриями и представителями власти. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал, в каком направлении будет двигаться наш регион. Кадры. Сегодня на село нужны кадры. И, конечно, это опять-таки наш, не наш, министерство сельского хозяйства, Ставропольский аграрный университет. Открыли еще, сейчас два первых агрокласса открыли для того, чтобы детей уже формировать. Будет мировоззрение к сельскому хозяйству, к высокотехнологичному производству. И дальше будем этими шагами идти для кадров на селе. Но не обязательно быть аграрием, чтобы вдохновиться днем поля. Каждый здесь нашел что-то по душе. Ой, впечатает техника. Ну мы только зашли, еще не очень все знаю и рассмотрели. А вообще организация очень хорошая. Ну, естественно, вот такая техника не может оставить равнодушным. Хочется подойти и сфотографироваться, как в детстве залезть в кабинку даже. Замечательно, посмотрели на наших лошадей. Очень красиво. Ну и что больше всего понравилось? Настроение, позитив. А мне больше всего понравилось, как поют и танцуют. Очень красиво. На дне поля организовали и площадку Ставропольского края. Здесь представили достижения региона и организовали концерты для посетителей. На дне поля представлены несколько участков разных культур. Здесь пшеница. Помогает разобраться с ее свойствами специальная табличка. Например, это сорт Люда. Дальше будет по соседству Иван. А пошли искать своих тесок Илья Белозеров и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. В этом году в Кировском округе завершат строительство амбулатории. Недавно такая открылась в станице Старопавловской. Новый объект станет в округе уже восьмым, который появился благодаря краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В каких условиях лечат пациентов и кто работает в малых населенных пунктах? Герман Кудеяров пообщался с врачами. Пару лет назад жители станицы Старопавловской лечились в здании, которое построили в 1930 году. Стены медучреждения едва ли не шатались, как зубы у пациентов. Сейчас же в новой амбулатории можно лечиться, сдавать анализы и не бояться, что штукатурка в лучшем случае испортит прическу. И я решил сдать кровь именно здесь. Здесь уютно, красиво и колят, кстати говоря, совсем не больно. Я правильно понимаю, что раньше брали кровь в другом месте? Да, мы работали в старой амбулатории в нашем же населенном пункте, но она была в аварийном состоянии. Были условия не совсем подходящие, не стерильные условия. Вот разве что жарко, но скоро здесь установят и кондиционеры. Сейчас в современной амбулатории есть комнаты отдыха и все необходимые отделения с палатами дневного стационара. Работают педиатры, акушеры и другие специалисты. Приобрели и современное оборудование. Это называется тубусный кварц, который лечит лор-патологию, воспаление уха, носа, зева. Для носика ушко отдельно вот такие насадочки. Мы его включаем, прогреваем, одеваем, засекаем. Время по назначению врача и средств никаких нет. Это аппарат идет именно, что у него ультрафиолетовое облучение внутри. Он обеззараживает изнутри. Почти трём тысячам жителей станицы медпомощь оказывают 30 сотрудников. С новым оборудованием справляются легко, регулярно повышают квалификацию. И как только этому округу нужен новый герой, на помощь приходят молодые кадры. Запустили совместно с администрацией медицинский колледж и разработали собственную программу целевого обучения для средних медицинских сотрудников. У нас сейчас за наш счет обучается 20 сотрудников, которые гарантированно вернутся уже на следующий год к нам работать в среднем медицинском звене. Амбулаторию построили по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. А вот амбулатория в селе Орловке. Примерно такая же, как и в Старопавловской, только чуть-чуть поменьше. Потому что и населения тоже меньше. Здесь проживают всего лишь 2200 человек. Пока амбулатория не готова принимать посетителей, но уже совсем скоро будет готова. Работы начались в январе и идут с опережением срока. Увидеть новую амбулаторию жители Орловки смогут уже через несколько месяцев. В 35-градусную жару работать на стройке, конечно, очень тяжело. Поэтому рабочих сейчас тоже нет. Если честно, даже и стендапы с первого раза не записываются. Дело в том, что рабочих в дневное время отпускают. А здесь они работают в основном утром и вечером. И уже это восьмой медицинский объект, новый во всех наших территориальных отделах. Во всех наших страницах. Благодаря поддержке губернатора выделена уже и до нас доведена эта сумма. 71 миллион рублей. И каждому федшерско-акушерскому пункту, каждой амбулатории будет в этом году проложена новая асфальтированная дорога. По нацпроекту здравоохранения Кировская райбольница до конца года получит еще около 50 единиц современного оборудования. В 2025-м приобретут 14 новых санитарных автомобилей. Герман Кудеяров, Иван Шаталов, Ставропольское телевидение. Теперь к происшествиям. В Ставрополе 27-летний водитель легковушки выехал со второстепенной дороги и не уступил газели. В результате удара инициатор ДТП и его 61-летняя пассажирка в больнице. Водитель грузовика ЦЛ проводится проверка. А других ЧП в оперативной сводке. Лишения за неуплату в Ставрополе во время рейда инспекторы ГАИ и судебные приставы остановили мужчину. За ним числятся непогашенные штрафы и кредит на сумму около 40 тысяч рублей. Слоумышленнику грозят пеня на штраф, административный арест или обязательные работы. Решение по протоколу примет суд. До погашения задолженности нарушитель временно лишился машины. Уголовный подарок. В Кочубеевском округе в исправительную колонию мужчина принес пакет с продуктами одному из заключенных. При проверке, среди прочего, нашли три свертка с наркотиком. Курьер объяснил, что перед входом неизвестный отдал ему пакет и попросил передать. Доброжелателей, которые попытались скрасить будни заключенного, теперь ищут полицейские. Фатальная лень. В селе солдата Александровском женщина не хотела наводить порядок в доме. Сожителю так надоел бардак, что он от злости избил возлюбленную. Но переборщил. 48-летняя пострадавшая умерла в машине скорой помощи. Как сообщили в краевом следкоме, мужчина под стражей и ждет решения суда. На улицах Михайловска установят более 9 тысяч светодиодных светильников. Средства на установку выделили благодаря инвестпроекту. Также оборудуют шкафы, которые автоматически будут учитывать контроль электроэнергии. Завершить установку светильников планируют в ноябре. Другие новости края коротко в нашем обзоре. В поселке Цемлянском капитально отремонтировали участковую больницу. В медучреждении покрасили стены, заменили коммунальные системы, окна и двери. Обновили фасад. Сообщили в региональном Минздраве. Больница уже ведет прием пациентов. Пропускная способность медучреждения составляет 90 человек в смену. Работы провели по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Георгиевске завершается благоустройство общественной территории на улице Калинин. Там обустраивают пешеходные дорожки, устанавливают скамейки, урны и уличное освещение. Сообщили в региональном Миндоре. Работы проводят по проекту формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье» и «Городская среда». 14-й школе села Краснозоринского в этом году откроют точку роста. В образовательном центре дети будут профильно изучать биологию, информатику, физику и химию. Сообщили в региональном министерстве образования. Работы проведут по нацпроекту образования. Точка роста откроется в начале нового учебного года. Вот и все новости к этому часу. Еще больше их у нас на сайте. stv24.tv. Заходите, там интересно. Также напоминаю, мы ждем ваши вопросы на наш номер и рекомендуем подписаться на страницы своего ТВ в соцсетях. Впереди Алексей Фурсиков с прогнозом погоды. А я с вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегида. Всего доброго. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на среду 26 июня. Главная и хорошая новость. У нас на Ставрополе перерыв от жары в комплекте с дождями. Красота. Итак, центральные территории края. Без осадков только в изобильном. Днем там плюс 24, а ветер 5 метров в секунду. В Ставрополе. Неминомыски и минеральных водах. Небольшие дожди. И ветер те же 5 метров в секунду. Днем в Ставрополе плюс 22, в Неминомыске 24 тепла. Световой день 15 часов 37 минут. И солнце будет не такое злое. Ультрафиолет низкий. Магнитное поле спокойное. На Кавминводах тоже прекрасная погода. И прохладно, и дожди. Всего плюс 17 в Кисловодске, 18 в Железноводске. И сентуги Пятигорск до 22 тепла днем. И курортный ветер до 5 метров в секунду. А на востоке и севере края без осадков. Просто область с прояснениями. Днем в Нефтекумске и Буденновске 27, ветер 5-6 метров в секунду. В Ипатово и Зимном 26 тепла днем. Также область с прояснениями. Также без осадков. И ветер до 6 метров в секунду. А сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова